просто считает корешковый синдром да 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 снимает отцепы грыжа вытерла понимаете в чем дело она ее обратно не задавишь в районе поясницы межпозвонковый диск размером сантиметра сантиметра он шириной примерно сам с самого тела позвонка может поменьше и если его вытеру нагрузка самый нагруженный отдел это поясничный по массе особенно как олег сказал из 5 или 5 с 1 это переход туда дать самый большой это самый большой я просто можно расскажу буквально две минуты потому что у меня есть пациент которому год назад делал мрт с 5 или 5 с 1 и попасть это груди сделано ничего не описали а через год у него начались корешковые боли онемение ноги все сделали опять у него секвестр висит по 15 метров дуральный мешок короче год назад ему его не описали ему его не описали и он в это время занимался спортом со штангой год и за год секвестр увеличился на 7 миллиметров то есть провис туда вот и история такая что он у невролога до арткоксия и так далее все вот эти средства да это снималось на на фоне этого он ходил бубновску так вот до снимается до снимается снимается то она снимается все но как только он прекращает заниматься упражнениями это все дело возвращается то есть никуда разговоры про то что грыжа убирается это многие врачи не лукавит да вот ради рекламы на самом деле это называется дикулизм расправилась цену гипертонус снял да а вот что такое секвестрированная грыжа это вот как раз упражнение при этом вообще очень сложно делать опасно вернее потому что такое вы представляете два позвонка остыкаются до между ними много там всяких волокон и нервные крышки сухожилий на этом всякие окончания да и вот если же выпирает это секвестр да и он еще провисает вот так да то есть все вот эти воздействия не получается его постоянно колеблют дергают понимаете это вообще опасно там образуется надрыв и все начинает по поздно ядром вытекать а это токсическое вещество для крышек тканей уже начинает болеть на самой грыжу от того что все крыши ткани уже затравлены токсины понимаете поэтому надо точно знать во время диагноза есть вот этот секвестр или нету и тогда воздействие не воздействовать так